Добрый день, меня зовут Ерман Карн, и мне очень приятно представить следующего выступающего. Этот человек, который получил свое образование в киноиндустрии в Таллине, работал в постановщиком в различных театрах, был режиссером фильмов, последний его художественный фильм был «Ноябрь», и документальный фильм «Гемник Вайна Вахинга». Эти фильмы получили очень хорошие отзывы, и для меня высокая честь пригласить сюда Райнера Сарнета. Райнер Сарнет будет говорить на тему создания человека в драматургии. Добрый день, сейчас разберусь со своими бумагами. Да, для перевода я подготовил тут все свое выступление на бумаге. Посмотрим, как получится мне читать и говорить одновременно. Тема моя – это создание человека в драматургии. Идея поговорить на эту тему возникла, когда мне попалась книга отца Николая Сахарова «Я люблю, значит, я существую». Там есть, ну, отображены мысли святого Сафрона о трех лицах Троицы. И когда я прочитал эту книгу, мне что-то показалось там знакомым, вся эта книга. Я понял, что это все похоже на то, что говорится в драматургии, о характере, о создании характера и исполнении театра и в кино. Драматургия – это наука о структуре рассказа и его представлении в театре или в кино. И драматургия создает, так сказать, порядок или устанавливает на свои места время и то, как это время заполнить. Очень интересно. Существуют разные виды драматургии с началом и с концом, где происходит какое-то развитие. Но есть еще и такая циклическая драматургия, такая круговая, которая повторяется, где конец опять достигает начала. И, конечно, сегодня разные существуют теории драмы, в которых сюжетные структуры тоже берутся из природы. Кроме того, драматургия может быть, например, рекой или спиралью, или какой-то взрывом. И эти элементы историко-это, они связаны с какой-то структурой или логикой. Также можно говорить о совершенно несвязанных таких произведениях. Например, «Мышь прыгнула, прыгнул кот», или «Старый медведь бил барабан». Здесь отсутствует вообще связь между событиями. Или же эти связи очень короткие. И каждая форма драматургии, собственно, выражает какое-то понимание о человеке. И понимание о времени также выражается пониманием человека. Либо это распространено в Европе, то есть в каком-то смысле это своего рода христианское наследие, где время имеет начало и конец, направление и развитие. Или же это цикличное время, которое повторяется. И каждая форма тогда выражает какое-то ядро. И этим ядром является человек. Когда мы начали изучать драматургию в нашей школе искусства, почти у всех студентов была проблема с этим предметом. Казалось настолько утомительным, что существует так много правил о том, как можно рассказать какую-то историю, как развивать или создавать персонаж. И когда мы начали уже снимать свои первые короткометражные фильмы на практике, эти темы вдруг стали очень-очень важными. Это происходило потому, что человек живёт во многом, и по большей части, как бы автоматически. Он не осознаёт своих действий, мыслей, чувств. Встаёт утром, чистит зубы, идёт куда-то, что-то делает. Это всё естественно. Но как только стоит человек выйти на сцену или встать перед камерой, вся эта естественность вдруг пропадает. И для человека нет ничего более противоестественного, чем находиться на сцене или же перед камерой. Весь этот автоматизм тогда вдруг уходит, пропадает. Остаётся только вопрос. Что я делаю? Зачем я это всё делаю? Куда мне руки деть? Сидеть мне или стоять? Чего я хочу? А может, я вообще хочу отсюда уйти? И драматургия занимается всеми этими вопросами для того, чтобы на практике помочь людям, то есть исполнителям, собственно. Первым крупным произведением драматургии в Европе является «Поэтика Аристотеля». Написано в 335 году н.э. И в этом произведении он анализирует трагедию Сафокла царепит. Эдип. Аристотель обнаруживает, что для драмы характерен анагнорис, то есть момент трагического узнавания, то есть анагнорис, то есть момент, то есть узнаёт что-то, что поменяет жизнь. И вот персонаж узнаёт что-то, что меняет его жизнь. Царь Эдип узнаёт от Оракула, что он убил своего отца и женился на своей матери. То есть это поменяло его жизнь. Ещё одним центральным понятием Аристотия – абулькатарсис. То есть когда зрители наблюдают за историей, когда кто-то что-то узнаёт, что меняет жизнь, и тогда зрители должны испытывать страх или сопереживать герою. Катарсис – это страх и сострадание, которые должны испытывать зрители. Ещё один пример такого судьбоносного события в драматургии – это то, как Саул становится Павлом по дороге в Дамаск. Это событие меняет его жизнь. Событие должно быть очень крупным. Размах и смысл его раскрывают человека максимально глубоко. Например, русские формалисты, в частности, Владимир Проб, который прославился тем, что утверждал, что у одного персонажа всего лишь 31 функция, и технически невозможно создать больше, чем 31 историю. То есть 31 вариант какой-то истории. И он говорил, он изучал сказки и утверждал, что формы их связаны с культами и ритуалами утраченных религий. И он даже пример привёл, что когда в сказке перед героем стоит какой-то выбор, помогать животному или персонажу какому-то, который впоследствии ему отплатит, иными словами, если перед героем стоит выбор между добром и злом, то это всё основано на религиозном мотиве рассмотрения этого вопроса. То есть взвашивается душа, хорошая она или плохая. Собственно, известно, что весь западный театр начался с ритуалом Диониса, а индийский театр также имеет свои корни в религиозных культах. А Проб утверждает, что его теория применима только к древним, к мёртвым религиям, что живая религия не создаёт сказок, а только изменяет её. И, конечно же, учение Проб о сказке и религии было, так сказать, условным, гипотетическим, как и подобает формализму, но оно также признаёт, что характер сказки исходит из глубочайших переживаний человеческой души, из взвешивания размышлений о душе. И одна вещь, которая мне в этой книге показалась важной, то есть это учение Сафрона о лицах Троицы, состоит в том, что между этими лицами, отцом, сыном и Святым Духом существует отношение, участие. То есть это не индивидуальное такое существование, а есть отношения какие, то есть отношения любви. То есть если Бог любит, то Он тот, кто живёт. Для Сафрона личность Троицы не является статичным таким существом, а наоборот динамичной личностью. То есть это тот некто, который раскрывается через действие, через любовь. И здесь зафиксированы важнейшие взгляды западной европейской драматургии. То есть персонаж не является статичным, он не является хорошим, плохим типом, отцом или матерью, или это просто имя, как Эдип. Но это тот, кто раскрывается через какое-то действие и также через отношение к другим. И только в таких условиях возможно создать живой образ персонажа и воплотить его на сцене соответственно. Актёрское мастерство похоже на пребывание в океане, потому что актёр связан со всеми и со всем. Он связан с партнёром, с пространством, со звуком. И, кроме того, отношения создают характер персонажа. Мы слышали, как говорят, двор создаёт короля. И каждый стремится к себе через других людей. Через них, через других может возникнуть персонаж. В драме зачастую факт этот обнажается особенно сильно. То есть наш брат – это, собственно, наша жизнь. Святой Сафроний действительно описывает жизнь, условия жизни. То есть какие условия жизни для человека. То есть если я действую, я люблю, я существую, я именно тот или кто-то, кто живёт. Процесс постановки – это тоже оживление. Мы даём жизнь персонажу, а зритель сочувствует персонажу через то, что у него самого внутри есть публики. И вот здесь очень важная ещё мысль Святого Сафрония появляется, что не только лица Троицы находятся в отношениях с участием друг с другом, но мы все находимся в отношениях участия друг с другом. Мы все являемся, мы все едины. Мы разделяем нашу внутреннюю жизнь, и это понятно каждому, потому что мы едины все внутри. Мы одно целое. В кино есть такая профессия, как сценарист. То есть он анализирует какую-то историю, рассказ и даёт отзывы о том, что хорошо или плохо в этой истории. То есть он говорит, что сделать, как лучше сделать сценарий. И здесь такой самый важный вопрос. Что же этот герой хочет? Чего он хочет? И тогда вот этот сценарист может посоветовать. И самым лучшим ответом бывает, ответ на этот вопрос, это спросить у себя, то есть что, чего ты хочешь, да? Чего ты сам хочешь, то есть чего мы хотим достичь вот этим сценарием. И этот практический факт подчеркивает то, что мы все взаимосвязаны. И сценарист, и персонаж, который описывает сценарист, актёр, который играет этот персонаж, и зритель, который будет смотреть. Ведь они все между собой связаны. Это одно такое разделённое понимание. То есть все это понимают, всё это чувствуют в сердце. Всё это понимают, чувствуют в сердце. Может быть, звучит это как банальность, но искусство драмы основано на этом отношении соучастия. Мы разделяем наши личные внутренние импульсы, и мы также, собственно, мы разделяем то, что у каждого из нас внутри. Мы делим то, делимся, или разделяем то, что мы подобны. Мы также можем разделять негативные и агрессивные импульсы. Но, опять же, сценарные доктора говорят, что персонаж может быть насколько угодно плохим, делать самые плохие вещи. Но самое главное, что вы понимаете его, что зрители понимают его, почему он это делает. Святой Сафроний пишет, состояние любви создаёт понимание. Любовь – это источник познания. То есть через сострадание можно понять любой персонаж. Отношения любви троицы распространяются и на грешного человека. Ваш герой может быть очень большим грешником, но зритель понимает его и думает о том, что я сделал то же самое, возможно, при других обстоятельствах или в других объёмах и пропорциях, но я совершал всё это. Я был в такой же ситуации. И когда вы понимаете кого-то, возникает сострадание, страх за него, и неизбежно возникает любовь. Аристотельский катарсис или страх и сострадание – это состояние любви. Именно через любовь достигается понимание. Устанавливаются отношения, причём очень личные отношения. Святой Сафроний подчёркивает, что эти отношения субъективны, а не объективны. И правила драматургии также и правила сценографии говорят о том, что не идите путём обобщения, создавайте персонажа субъективно. Некоторые вещи трудно сформулировать, но если эта вещь подразумевается, значит, она особенно субъективна. Это лучше всего. Зритель хочет открыть для себя что-то сам, а не чтобы на него указывали пальцами, приносили на блюдечки. Зритель хочет думать. Я видел то, что сценарист и режиссёр совершенно не знают. Зритель хочет увидеть это. И он хочет быть самым мудрым, самым умным. Один из наших учителей в школе по драматургии сказал нам, что зритель – это такая свинья. Он хочет сам всё узнать, сам всё понять. Зритель хочет всё лично принять внутри себя. И очень большое умение творить именно скрытно, неявно. И эти подсказки собираются, и чувство счастья повышается, а не просто что-то открыто подаётся. Святой Сафроний добавляет, что язык не может передать то, что есть в человеке, что есть в Боге. То, что содержится в личности, или в человеке. Как представить себе человека, который огромен, который простирается от ада до рая. Или, как говорил Достоевский, смотришь на человека, а он как бесконечный колодец, голова начинает кружиться. Не всё можно сказать, не всё нужно говорить. Вы можете сказать и упростите, упростите что-то, исказите что-то, испортите. Святой Порфирий говорил, что самые праведные христиане подобны поэтам. Они меняют регистры. Так же, как Писание может быть прочитано в разных регистрах, поэтически, исторически, в моральных категориях. И притчи — это тоже образы. В драматическом искусстве существуют разные регистры, разные подходы или жанры, как символизм, сюрреализм и другие измы, например, постмодернизм. Но речь не идёт о жанровых различиях. Просто все они, вот эти измы, являются различными единицами познания, характерными для человеческого разума. Человеческий разум обладает чувством абсурда, чувством возвышенного, как в трагедии, чувством сюрреализма. Вещи происходят подсознательно. Почему? Он не понимает и не знает. Этот опыт знаком человеку, поэтому сюрреализм прекрасно понятен ему. Поэтическое, образное видение вещей очень важно для понимания жизни. Помню, как один мой хороший друг отнёс свои первые стихи редактору журнала «Радуга». И редактор сказал ему, что лучше всего не описывай свои мысли и чувства, а попытайся создать такие образы, чтобы читатель почувствовал те же чувства и мысли, читая о том, что ты написал. То есть для этого не нужно объяснять, а просто использовать образы. Образность – это поэтический язык, который начинает работать индивидуально. Вы можете испытать что-то, что поднимет вам настроение или опустит это настроение. И Святой Сафроний пишет тоже о состоянии. Отношения любви не работают рационально. Это переживание. Откровение – это переживание. Это состояние. Он использует слово «просачивание». Это состояние. Нерационально. Есть такое понятие, как киносостояние. Как у Тарковского. Но опять же, такие фильмы далеко не всегда бывают только серьезными или трагичными. Вы смотрите этот фильм и не понимаете, что происходит в этом фильме. Но вы чувствуете возвышенное состояние. Если взять, например, фильмы «Феллини», они тоже такие фильмы «Состояние». Очень сложно понимать, что там происходит, но они связаны с тем, что происходило в детстве. Свежие, сильные переживания юного человека. То есть эти поэтические образы основываются на реальности. И в фильме это просто рассказывают отдельно. Но вот это состояние есть. Но один пример приведу. Например, обновление эстонского театра в 60-е годы. Ян Томинг и Эвальд Хермакюла начали с вечера поэзии Густава Суица под названием «Вечер Суица». Юные актеры играли, обыгрывали стихи от образа к образу. То есть постановка началась со стихотворения «Слушай, земля дрожит». И актеры начали стучать ногами так, что земля задрожала. Но это стихотворение посвящено революции 1905 года. Когда демонстранты маршируют, то земля дрожит. Вы их еще не видите, но слышите, как сотрясается земля. И вот эти актеры использовали образ и вернули реальность в театр. То есть все прочувствовали сотрясение земли. То есть этот образ привнес реальность. Таким образом, образы не просто случайны и взяты из прошлого. Они основаны на каком-то реальном опыте. Поэтому, когда русские формалисты предполагают, что за сказками может стоять взвешивание души, конечно, самоутверждение поэтично и условно. Мы не знаем точно, где и как происходит взвешивание души. Но мы чувствуем, что это может быть реальностью. Это может быть возможным. Это реальный опыт. Опять же, если вспомнить сценарных докторов, они любят говорить, что чем больше вы мучаете своего персонажа как сценарист, тем больше его любят зрители. Зрители любят смотреть на страдания, потому что это узнавание, потому что они сами страдают. Настоящий герой проявляется в том, преодолевает ли он свои страдания и каким образом. Святой Сафроний говорит, что страдания открывают скрытый потенциал в человеке. Страдания увеличивают силу, интенсивность. Персонаж не знает заранее, что с ним произойдет. Зрители не знают, насколько силен их герой. И зрители, и персонаж идут по натянутому канату. Святой Сафроний говорит, что духовный опыт человека – это бездна. наш путь к Богу начинается в аду. Падение предшествует подъему. Подобный опыт четко фиксируется в том, что мы называем драматической аркой. История начинается, человек что-то узнает, начинает двигаться, а потом возникает препятствие, он падает до самой нижней точки, и это и есть самая низкая точка, как мы ее называем в драматургии. И потом находится решение этой проблемы. В глубине души зритель надеется, что герой не будет страдать, что им удастся спастись. Что за страданием следует подъем. Есть фильмы, где у героя все плохо, и все заканчивается плохо. И зрители чувствуют неудовлетворенность, что так не может быть. Это неправда. Вы не можете закончить на самой низкой точке. Это было бы вопиющим нарушением правил композиции, хотя так тоже делалось. Герой может умереть, но история должна перейти на другой уровень в духовном смысле. Смерть персонажа должна возвышать зрителя. Святой Сафроний говорит, что даже если тело человека умирает, его персона, внутренний человек, на самом деле остается духовным. Именно это делает воскрешение возможным. Эта вера и надежда настолько подсознательно присущи человеку, человеческому духу, выраженная в правилах драмы, что смерть героя должна духовно возвысить зрителя, спасти его и поднять на другой уровень. За крестом скрывается радость. Это также отражено в правилах драматургии. Эмоции могут поднять человека, поэтому они необязательно должны быть только возвышенными и красивыми. Эти эмоции могут подчеркивать некую разделенность, заставлять зрителя задуматься о темной стороне жизни, о преисподней. Искусство не может избавиться от темной стороны. И даже в... Вот недавно читал статью о романе прекрасном, певец, создатель византийских литурических гимнов. и там говорили о том, что драматизирует неожиданный контраст между небесами и подземным миром. В псальмах страсть не теряется, а соединяется с божественным. Псальмы учат нас познавать вещи за пределами их сущностей. Песня может быть очень красивой, но она будет повествовать о жизни с... о каком-то грехе. Или это может быть связано с греховной природой человека, но сама по себе она будет красивой. То же самое описывается в театре как например Прехт описывает свой опыт, что важно, чтобы человек познавал суть вещей, а не был погребен под эмоциями. И он приводит пример о автомобильной аварии, которую увидел кто-то, простая, простой человек, прачка. И она пытается описать то, что она увидела, но это описание не трагично, оно комично. То есть она пытается вывести свою общность, но не говорит о трагедии. Православное мучение о красоте важно, и это касается университета. То есть такая человеческая психология, как избегать страсти психологию, это избегание человеческих эмоций. Если на иконах изображаются трагические события, страдания, убийства, то это представлено как-то отстраненно, бесстрастно. То есть в них боли нет, эмоций человеческих в них нет. Когда я смотрю на икону Иоанна Крестителя в нашей церкви, ными, как отрубают голову Иоанну Крестителю, я вижу, что на лице у палача легкая такая улыбка показана, а у Иоанна Крестителя тоже легкая улыбка. Они изображены в таком каком-то милом, несколько наивном стиле. Но это признак такой. Я не всегда могу это описать, не могу сформулировать, что это такое, но это какое-то красивое яркое, именно то, что видишь в этой иконе, это эмоции, которые связывают нас с Богом. И создается между человеческой психологией и Богом какая-то мистическая связь. Это связь возникает через эмоции. Такое светлое чувство возникает. т.е. когда объединены очень противоположные эмоции. В Испании в этом отношении есть такое интересное слово «дуэнде». его используется в театральном искусстве, где в искусстве присутствуют тёмные силы. Я наткнулся на это слово, когда ставил Федерико Грассио Лорку. «Дуэнде» в Испании относятся к исполнительному искусству, в котором переплетаются силы красоты и тьмы. Например, католическая процессия – это дуэнде». где существует смерть и красота. Фламенко – это дуэнда, где болезни и начальческие отношения представлены в живой танцевальной форме. Корида – это тоже дуэнда, в котором Ториадор сохраняет красоту и грацию, сражаясь с быком, который хочет его убить. лорку. Лорка также подчёркивал, что вот это дуэнде, сочетание смерти и красоты – это ещё и риск для исполнителя. Это особая такая интенсивность. И лорка сказал, что актёр, собственно говоря, должен забить себе гвоздь в голову и взлететь. И дуэнде – это дуэнде ассоциируется с пением фаду. Это такой вид пения, когда перед песней певец вскрикивает, словно как будто воздух разрезает наполовину и взлетает. То есть он тут же поднимается на более высокий уровень, как будто сейчас поднимется на небо. И после этого крика он больше не может уже тихо и застенчиво где-то прятаться или просто уходить куда-то вниз спускаться. Например, если здесь в зале кто-то вскрикнет, никто не сможет то есть этот человек не может просто так как бы потом спрятаться и сидеть. То есть этот человек уже показал себя, он уже взлетел. И вот такой крик показывает, что да, я полечу, я беру на себя этот риск. И если это человек, если мы говорим о драме и актере, то он показывает человека, человек, который выходит своими эмоциями на сцену очень интенсивно. И он знал, должен знать, что он делает и почему он делает. И в драматургии характеристики души человека пытались осознать и сформулировать на очень глубоком уровне. И уже очень давно, если сравнить всё это с мыслями святого Сафрония, то нам станет понятно, если сравнить это с правилами драматургии, то мы поймём, что душа человека непроизвольна, она имеет свои законы какие-то, то есть как духовная жизнь, и как душа ведёт себя, как она живёт. То есть душу, конечно, невозможно определить как-то рационально, но она имеет собственную реальность. И этот опыт зафиксировал Фернандо Пессо, книгу, которую я только что прочитал, книга о беспокойстве. Он пишет, так трудно описать чувство, когда человек понимает, что он действительно существует. Вот такую мысль он высказал. То есть если человек понимает, что он действительно существует, что душа есть, что-то реальное, что можно было бы описать, не знаю какими человеческими словами. Я полагаю, что искусство драмы существует благодаря тому, и почему до сих пор драму ставят всё ещё, и почему её смотрят до сих пор, именно потому, что она основана на той реальности, которую подсознательно ощущает каждый человек. Именно то, что человек бессмертен, что он создан любящим Богом, и мы сами все одинаковы. Драма учит нас, что мы бессмертны, драматургия учит, что мы бессмертны, и мы способны друг друга любить. спасибо. Спасибо. Спасибо.